Сегодня с нами вновь Денис И это вторая часть проекта Сравнение у нас сегодня будет Гранты в кузове лифтбэк И Весты И посмотрим, сможет ли владелец Гранты Оценить Весту так, чтобы сказать Да, это будет мой следующий автомобиль Да? Вот как думаешь? Порассуждаем Потому что не знаю Как мы выяснили, Гранта очень резинотехнически Хреново сделана Так же как и вот эта Веста Видимо резинки с того же самого завода Потому что скрипит нещадно задняя подвеска А здесь скрипит нещадно передняя подвеска Сейчас мы это почувствуем Интересно, будет ли слышно? Нет, кстати, не слышно Такого нет, этого движения надо ощущать Итак, вот сейчас мы посмотрим Во-первых, скажи, как ты считаешь В целом Веста по такой цене, которая сейчас есть Она подойдет тебе или нет? Это сколько она сейчас? 550 где-то стоит Вот начинается нормальная 600 с копейками Я бы взял ее в максималке Чтобы все плюшки были в машине Меняешь новую на новую Машина должна кардинально отличить Ну вот, согласись Гранта все-таки смотрится простоватая машина Хотя сзади там, кстати, виднеется Супер спойлер А вот здесь мы забьем сейчас на свет Ладно, это мы сами перекрасили ее Вот, согласись, дизайн, например, прорывной То есть машина агрессивная Симпатичная, как ты считаешь? Да Я в зеркало видел только что Когда ждал тебя Ехал Lexus новый И даже не определишь издалека Lexus это Да, то есть вот эти вот песочные часы Так называемые Но еще я скажу Не только Lexus стырил Автоваз дизайн Но и Mitsubishi тоже это сделала Вот такая вот машина Кстати, вот в целом Она намного больше, чем Гранта Ну в целом она больше Вот смотрите Больше Больше Сделано, видно, да То есть большой свет сзади И салона корпуса маленькая Здесь у нас широкий достаточно кузов Который позволяет много ввести разнообразных приятностей Вот давай ключи Смотри Вот это ключи, кстати Покажи ключ от своего автомобиля Убрал Убрал ключи Ладно Здесь ключ, нормальный ключ И по-прежнему нельзя здесь открыть заднюю часть Вот как считаешь Сколько можно, да Вот здесь сделали так Здесь сделали так Вот я считаю, можно ругать очень серьезно Да, производители Конечно, кнопочку бы надо Ну вот что это такое, да С сумками не достанешь Никак, да Никак Вот, честно говоря Может все-таки сделать обновление И вот смотри, багажник Ну, мне кажется Все твои нужды он покроет, да Мне кажется, он дальше побольше Ну, не знаю Мне кажется, вряд ли он побольше Побольше Честно говоря Потому что все-таки здесь и нету У нас сверху, да Какого-то объема То есть только вот Классический седан Здесь все-таки можно и снять полочку Еще что-то сделать Как считаешь Может тебе смотреть Не седан универсал Он подойдет тебе больше У меня седан был Корова новая Угу Мне уж хоть что-то новенькое Ну, то есть Может все-таки универсал подождать, да Представляешь Как раз будет возможность поменять Я именно поэтому не стал бросаться На первой партии Когда вот эту Интересно Угу Ну, ты их и не покупал В сентябре, на самом деле Их еще не было То есть в ноябре Вес стартовал Пришлось бы ждать А машина-то сентябрьская Нет, я приехал Как раз На тест-драйв После приобретения гранты Ага Оценил машину Покатались с детьми Всем очень все понравилось Потом стал Думать И на холодный рассудок Ага Появились маленькие недочеты Которые для меня очень важны Ага Вот сейчас мы, кстати Как раз про них и говорим Главное для нас Что это ругать И говорить Боже мой Как здесь все плохо Как здесь все ужасно Начнем мы с ключа Расскажи, чем ключ плох Он, кстати, не сам, по-моему, плох Пошли Во-первых Давайте мы структурируем Наше видео И сначала поговорим Про место сзади А потом уже будем разбираться Вот скажи мне Где тебе удобнее Здесь или там? Конечно здесь Ну подожди Мы же спрашиваем у персонажа Это Кирилл Он много ездил на этом автомобиле Но теперь это Веста И ну как Скажи честно Сейчас, наверное, там более понравилось Там более понравилось? Ну ладно Смотри У тебя здесь места больше Голова ничем нет Это не касается Там тоже не касается Там тоже не касается Но ты подумай Ты еще вырастешь Станешь как папа Как ты будешь там помещаться? Да, вот Я видишь, как поставил В тупик На самом деле На будущем скажи Я буду сам за рулем ездить Вообще И папу возить А вот ты будешь страдать сзади Ну в целом На самом деле Тут места много И это я сам за собой сел Если мы вернем Пространство в то То будет, да Вполне нормально Ну вот Вот такая вот тема Вести у нас Чехлы, конечно, красивые Но мы на них смотреть не должны На самом деле Потому что это уже Другая тема Другая история А так вот В целом, да Опять же Ничего нет Никаких не Подбутыльников Ничего нет Согласись Да и неважно Ну зато здесь Может что-то Телефон положить Здесь один просчет есть Который Да, давай Послушаем Говори И у дилера Ними даже Если будешь покупать машину Мы лично для тебя Этот момент Учтем и сделаем Ну, какой? Когда я еще был Молот и бесправ И папа покупал В 90-м году Иномарки большие Ага Я привык, что У пассажиров сзади Есть хороший подлокотник Ну А здесь нету Здесь нету Это просчет Да? Подлокотник Ну хотя бы в седане Он должен быть Это не так сложно сделать Ну слушай Здесь тоже нет подлокотника Ну Я и хочу ее Менять Ну Не знаю Честно говоря Ну ты же не ездишь сзади Зачем тебе подлокотник Я люблю Чтобы мои пассажиры Моя семья Ехала с комфортом Да? И так как я езжу На очень большие расстояния Если кто-то у меня повезет Из моих приятелей И друзей Я бы хотел ехать И вот так вот вальяж Слушай, ты знаешь Я так привык с детства Ты первый человек Первый Первый человек Которого я знаю Который вот узнал сегодня Который требует подлокотник сзади Я никогда подлокотником Никогда им не пользовался Я думаю Ну есть он и есть Мешает Да и не посадишь там никого еще Ну не важны Стеклоподъемники Потому что я никогда не пользуюсь И в общем другим не позволяю Незачем тут пулер износить А вот подлокотник он важен Он еще визуально С точки зрения психологии Разделяет зону Одного пассажира От зоны другого Пусть он будет низкий Но человек будет подсознательно Чувствовать себя Более как-то вот Ну да Не лезть туда Куда не надо И с детьми проще Два поставки Вот у тебя подлокотник Это вот раздел Туда никто не заходил У меня на короле был подлокотник У меня там дети даже Бетерброды раскладывают Ну то есть Ну да Слушай, ну тут надо версию ВАЗу писать Сказать ВАЗ давай я делаю подлокотник Это жителям нужно Ладно Садись сюда И рассказывай Устраивайся поудобнее Двигай руль Двигай все Потому что В Гранте В Гранте двигать руль Нельзя Только Ну вверх-вниз А на вылеты Там не предусмотрено Вот здесь давай Устраивайся поудобнее Вот да Вот это ужасно Да Я пытаюсь найти Да Это удивительно Вещая листья что идет Есть какой-то тут Должен быть Если тихонечко поднимаешь Да Там на самом деле есть Но он ниже 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 Он ниже Вот он Так он должен вот так Не Он так не умеет Нет Я тебе скажу так Что вот это Ну Такая тема Дело в том Что его исправят Уже на новых вазах Которые были на автосалоне Это все и пофиксили Так что проблем тут нет В остальном Вот смотри Руль кстати тебе удобный Да Вот потрогай руль Ну согласись Он удобнее Вот я сейчас буду на тебя давить И рассказывать Какая Веста офигенная А ты должен мне противостоять Ну давай скажи Что тебе не нравится В салоне Веста Кроме того Что сзади нет подлокотника Мне кажется Он помягче чем у меня Вот этот вот такой мягенький Да Он вообще мне кажется Замечательный руль Для наших Мне все равно Ладно давай я сяду рядом И поговорим Вот такая вот Веста Сейчас мы будем Сейчас мы будем Проталкивать свое мнение Какая она чумовая Вот садимся И видно да Места поширения намного больше То есть никакого не контакта Ничего Пристегнем сейчас И будем ехать Ну что ты готов ехать? Да Ну сначала мы хотели Да конечно Конечно Вставляйся Я люблю ездить поближе Я не люблю валяться Не люблю вот так вот Чтобы ногами доставать До педального узла Тем более не высокого роста И у меня дети все время Сзади там Парагают бегают Скачивают Я не люблю Чтобы они Пинали тебя И чтобы грязнели Поэтому я уже привык Ездить поближе И вот как раз этот момент Вставляю Покажем Покажем все Вот вы кстати Вот так вот он Раздавился ключ Куда это нажать? Ну ладно Нажать его Вытащить Да Вот это Когда я пришел на тест-драйв В автосалоне Я чуть не сломал ключ Вот так поперек Ага Коленкой И вот он А когда ключик маконький И он незаметный Или кнопочка То очень удобно Вот это кстати Удивительное требование Тоже да То есть связано Именно с тем Что человек привык Находиться спереди Да То есть Я например Эта проблема не в щек Потому что я Ну вот кидываешь назад Ноги длинные И контакта у меня нет А здесь вот как ездить Вот я не знаю Ноги Нажимай на ноги На педали давай То есть Ну вот Пошел Вот Я пошел переносить На тормоз Ну видимо Я тебе рекомендую Чуть-чуть Нужно отъехать Зато это моя привычная поза Она для меня комфортная Вот В этом плане Я даже еще бы ближе Приделился Ну вот так вот Ну это вообще беда Ну мне нравится Вот ближе сидеть Слушай Ну это конечно Прям Неожиданный Потому что я привык У меня полный салон людей Всегда Мне нужно Чтобы они не сидели Комфортно Это моя семья Это мои родные Тем более для меня Сидеть дальше И не нужно Мне так нужно То есть в принципе Он должен был выше быть Или где-то вот В другом месте Да Чтобы не втыкаться Интересно Сказали что если будешь Лесто брать Мы тебе его не дадим И дадим тот Который ты хочешь Отдельно тебе на брелке На цепочке А то есть сделать Бабышечку сделать Такую Больше ее крутить Ну да Ну да Слушай Ну это удивительно Конечно Так ну как мы сейчас Поедем тогда получается Надо придется Оттригаться все-таки Чтобы ты его не вывернул Наверное вот Вот и все Да Сразу проблема решена Руль может по ней Сделать Нет Отлично Вот и все Сразу мы решили Проблему с ключом Да И стало все Ну непривычно конечно Но зато можно Еще какой момент Важный После подлокотника Регулировка Температуры Уж Если вы потратили Средства для разработки Приборной Торпеды Вот этого всего интерьера Уж Такой маленький Микроскопический Дисплейчик Поставить Согласен Да она просто Не дома Давай просто Зажигание включим Вот видно да Что она совершенно Не читается И вот Ты вынужден смотреть Туда-сюда Ну да В детских Дисплей больше Вот такие вот дела На самом деле Им надо было Синхронизировать Либо голову С этим дисплеем Либо еще что Но я сейчас уже привык И как-то уже Ну поставили-поставили Сейчас на новых весах Кстати люксовых Уже ставят Большие Большие тут значения Уже в принципе видно Уже сам крутишь Да конечно заводи Вот так вот Ожевает двигатель Здесь у нас Жаль что двигатель У тебя обычный Восьмиклапан И мы бы сравнили Сейчас как ведет Один двигатель И другой Здесь Шестнадциклапанник Плюс еще чипованный Он конечно будет ехать По-другому Вот еще одна проблема Сейчас Которая связана С этим подлокотником Да у меня таких подлокотников Немного в машинах У меня всегда были Они интегрированные Вот такие Большие Боксообразные Сверзли мы микрофон Ну что Налепи его Знаешь куда Можешь прям на эту Повесить Вот на эту Прямо цепляешь Да На этот На Ремень И все Да Ну что Готов ехать Удобно устроился Да Поехали Потому как он завелся Уже мне понравилось А как удобно Рычаг Рычаг удобно Лучше Рычаг вообще балдеж Убираем И вот так вот мы едем Ой как мягенько пошло Да Она совершенно Ощущения у нее Сразу скажу Перебью Дениса Ощущения совершенно другие Сейчас мы на нем Сосредоточимся На Денисе Вот давай послушаем Вот сразу скажи Да Шумоизоляция Другая Если я в своей гранте Привык что у меня сейчас Будет гул досаждать Вот это вот В ушах стоять будет гул Ага Здесь я прислушиваться начинаю Ну конечно Для кого-то Может быть И это гулом будет Но после Гула в гранте Веста очень тихий кажется Педаль сцепления Не хрустит Мягче Педаль газа Очень отзывчивый У меня если нажал Нужно Подождать Ага Пока там что-то сварится В двигателе Ну это связано еще с тем Что там все-таки Восьмиклапанник И электронный педаль газа Тебе нужно ее Чиповать тоже Эта машина чипованная Поэтому она Достаточно резвая Я понимаю Не нужно в нее вкладываться То есть если вдруг Вот не калыша Ну это стоит 2,5 тысячи в принципе Ну да 2,5 тысячи Ты зайди в борт-журнал Налево поехали В борт-журнал зайди просто Там у Весты есть Чего-то товарища Который чиповал 2,5 тысячи стоит И совершенно другое ощущение От машины И даже твой двигатель Он да Там не сколько мощность Меняется Сколько меняется Вот именно Вот это ощущение Да Отзывчивость Это Ну просто улучшает Ощущение От вождения Реально Вот кстати Давай еще тормоза Сейчас проверим Где-нибудь Перед светофором Еще где-нибудь Да Ну и конечно Разгонимся Безусловно Ну И ощути Она намного жестче Кстати Или нет У тебя такого ощущения Что она жестче Нет Нормально Нормально Ну вот То есть В целом Веста на мой взгляд Жесткая Но он На счет Владельца Гранта У него совершенно Другое мнение И получается Что Вроде Что так Ручка Такая Не болтающаяся Немножко Болтается И вот мы тормозим Тормозим Ну как Даже если Можешь сказать Чуть-чуть Ну незначительно Потому что Неужели не чувствуешь Ровен Да мне кажется Так же Так же С такой скоростью Так же Если может Там до 160 Разогнаться Ну тут Речь Нисколько Да В схватывании Рабочих тормозов А именно По ходу педали Мне кажется Да Вот Сцепление Сцепление Вот это Все Как будто Да и разгоняется Мне кажется Так же Да Ну на самом деле Разгоняется Примерно Особо Примерно Одинаково Они даже Разгоняется На самом деле Хотя В принципе Веста Даже чуть подинамичнее Получается А так здорово Скажи мне Ощущаешь ли Что Веста Это автомобиль Другого Скажем так Поколения Или уровня Ну как будет удобнее Безусловно Есть такой эффект Главное Что да Уровень комфорта Сейчас спросит Как тебе вообще Ну ты там играешь Но все равно Лучше здесь ехать Да Комфортнее Вот Как говорится Словами младенца Может мы Справок Да Давай Не вопрос Поехали Поехали Справа Вот Вот такая вот она Машина Веста Ну вот Смотри Вот видишь Пластик например Хреноватый Да Вот здесь Задиры какие-то Еще что-то Видимо Значит нельзя Другой Фактура У тебя кстати Пластик другой Вот не такой И он более Такой крепкий Более надежный А здесь Казалось бы Да Вроде бы ничего Но Регулярно Проверяется Из Гранты Отличает от Гранты То что у нее Вот Интерьер совсем Гранта Она все-таки Прослеживается Что-то такое Из 90 Как старая Самара Что такое Вот эти вот Высокие панели Ага Как вот машинки Развивались Вот теперь Такая Гранта А здесь Резкий скачок Ничего общего Молодцы Я считаю Они сделали Погловатые Комборцы Да Все какое-то Вот такое Экстравагантное Относительно Конечно Экстравагантное Не Мерседесов Ауди Экстравагантные Гранты Ну Сравнивать На самом деле Веста Надо даже Скорее Не с той же Гранты Хотя в принципе На мой взгляд Гранта хороша Вот за ту цену Круто ее купил Вот если покупать ее Дороже Это уже Мне кажется Безрассудно Да Согласись Все-таки Когда она стоит Там та же самая Калина Кросс Пятьсот тысяч Ты начинаешь Чесать репу И думать Ну как-то все-таки Перебор Потому что Ну Уже лучше Поднапрячься Купить Весту И получить Совсем другой уровень Нежели вот Ездить Хотя вот В принципе Ты смирился С тем Что у тебя Лифтбэк Да И в целом Он даже тебя устраивает По большому счету Ну вот Садишься в Весту И понимаешь Что Хотелось бы Наверное Чуть-чуть Да Вот Поближе к этому Согласись У меня Мне импонировала Цена Четыреста тысяч За новый автомобиль Поэтому я Согласился К попросению Гранта Четыреста тысяч И вот Едешь И бед Почти что Не знаешь Можно сказать Да Все это придирки Конечно Там скрипы Какие-то Зато я вышел Я ничего Нигде Гайки не Кучу В сервисы Я не езжу Мы каждый день С детьми Ездим В школу И обратно Я знаю Что Она меня не подведет А почему Кстати Ты не рассматривал Автоматическую коробку Там робот Или что-нибудь Она дороже К автомату У меня Особо Как привязанности Нет Все На механике Ездим Вот кроме У меня Хонда Была На вариаторе Робота Не хочется Тут такое Отношение К роботу Возможно Не очень Надежный Узел Я машину Рассматривал Для покупки На много лет То есть Я хочу Купить машину И все И забыть А нашел То есть Это вот Гранты Куплены На 5 лет Получается Нет Если бы я купил Машину Немножечко Более серьезную То да А так Конечно Я купил Гранты И пошел Сразу Весту Изучать Естественно Ну да Согласен Ну были Средства Вот такие 400 тысяч И нужно Было Ездить Потому что С детьми И на общество Транспорте Это очень дорого Ну да И неудобно Это скорее Даже неудобно С мешками Зимой Ну кстати А почему БУ не рассматривал Из-за надежности В первую очередь Да А смысл Если у тебя нет денег Ты такой Неспособный Потратить На новую машину Зачем Ага Понятно То есть Вот такой вот Критерий Того что Я не хочу Общественности Показывать Что вот смотрите У меня Новая Камри За 500 тысяч Но у меня На самом деле Денег на новую И нет Зачем Мне нужно Одобрение Общественности То есть А для себя Вот так вот Ну Действительно В данном случае Наверное Это оправданно Я тоже Очень люблю Новые автомобили Именно Это связано С тем Что ты знаешь Что Вот например У Весты Хотя казалось бы Да Хочется Чтоб все Надежно работало Ну все Что-то отрывает Что-то скрипит Но в целом Да Конструкция надежная И знаешь Например без насос Через 20 тысяч Не накроется Теоретически Да Он там Неизвестно какой бензин Там 100 тысяч Не ел За кем-то там не ездил Да еще не бит Не крашен Что называется Да Когда новая машина Потом такой нюанс Если брать в хорошем состоянии Бывшную Она не намного дешевле Если брать значительно дешевле Эта машина уже с пробегом У меня пробеги От 30 до 50 тысяч в год Это я ее Работаю достаточно быстро Смысл Взять новую Работать Купить новую Вот так А на каком пробеге Ты считаешь Надо менять автомобиль Ну я после 100 тысяч Уже начинаю Искать машину Я за 3 года уезжу 100 тысяч Да Ну то есть 100 тысяч новая 100 тысяч новая В целом даже Для таких пробегов Хватит И той же самой Гранты Просто Что называется До самого края Взял поставил И ездишь 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 100 тысяч но.. От 100 тысячи натикало Поменял Там правда С двигателем не будет никаких И вообще Минимум трудностей Хотя в тоже время Да Вот Только как транспортное Средство Вот такого Ближнего даже боя вот вдаль например на вести будет ездить удобнее при кресла тебе удобнее согласись на бизнес классах я накатался не удивишь не я к этому как-то эмоционально не стремлюсь я лучше деньги потрачу на детей на их развитие ну да то есть на их питание на их отдых понят действительно там разница достаточно большая и в целом можно даже целый год да не сбрасывай нормально проходит ну я не знаю честно вот я на месте спокойно езжу по всем по этим делам и проблем нет и тебе тоже рекомендую все-таки может тебя даже скрип пройдет он там наш провернется как надо и станет нормально работать один блогер александр сошников да 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 он вообще рекомендует поноситься по ямам иногда что машина поработал ну я там эти теории слышал но в целом даже может отчасти нам согласен потому что это тем что машина поставил да на год простояла не все за кисло за становится замерзла и потом пытаешься съехать да там сворачивается часть часть смазки еще что-то да то есть разрушается а если каждый не ездишь и все время да она там отрабатывает то проблем тоже не должно быть хотя казалось бы чем чаще ты ездишь на машине тем быстрее на изнашивается но в то же время есть стоит а изнашивается тоже вот такой парадокс забавный стать согласен да наверное так это есть тоже карты не ездишь на машина каждый день мы живем замкадом поэтому нужно школу ездить в пробке стоишь качаешь меня как раз вот замкадом а три километра миновал причем в москву пробок никогда не бывает а вот все вечера назад то есть просто километра в час но это вообще за час доезжая это вообще жесть и расход при этом 74 ну здесь вот здесь вот расход 10 литров на сотню и ничего с ним сделать не могу вот как как ездить и так и так все 10 литров хоть ты хоть трестину видимо связано с стилем вождения первую очередь вместо даже визуально кажется сама больше она больше колонки вот как-то там визуально я смотрю она действительно широковато она значит на 100 на москвич за 41 примерно повторяет салон это же один самый больших салонов до 41 суча вот то есть вес действительно она крупная и больше она не по длине а именно по ширине по общим совокупным размерам так что вполне можно ее использовать как следующий автомобиль рассматривать тем более я ее окончательно там добью можно будет отследить что у нее там отвалится в будущем или не отвалится на самом деле кстати есть одна из машин одна известна она прошла больше 110 тысяч уже прошла но я так и не смог пообщаться с владельцем потому что он ее разбил в пензи и после уже восстановления можно будет тоже пообщаться поговорить что там вообще происходит с узлами агрегата они делали ускоренный тест они делали за 30 тысяч она там по специальной программе проходила и в целом это все-таки нельзя назвать полномерной эксплуатации потому что там либо близки к экстремальным нагрузкам либо нагрузки они не растянуты во времени очень сжаты а многие детали они устают даже резина да она рассыхается там через год вот она выдерживала сейчас все вот эти вот истязания через год она рассохнется да и и гавкнется да и то есть ну цена этих испытаний в принципе только на пантоваться rapid рассматривал вот это кстати совсем друг вот когда вот рапид кстати лучше веста но намного дороже вестом где-то вот в той же комплектации точно 50 дороже мне показалось он такой это бум-бум-бум едет у него подвеска жесткая у него очень комфортно ну подвеска жесткого rapido и в целом он до такой тоже кажется что он такой пластиковый но на самом деле там все материалы качественнее он намного приятнее за рулем чем весом просто наш на пол ступеньки выше чем вес тропит честно говоря там и двигатели и есть безумный мотор один да правильно есть безумный мотор радио на 4 тыс а я там 125 сил который можно еще чипануть немножечко то есть машина немножко скажем так другого уровня салон замечательный вадим ребята хорошие скидки давали больше ста тысяч и когда я уже в общем то согласился на приобретение rapido за 800 тысяч 850 я брал автомат 110 со всеми стальными плюшками 110 лошадиных сил но мы предложили октавию на механике тоже 110 за 800 слушай но ты при условии что я сдаю в трейдин ты послушай какая разница в цене да там 600 и 800 да все таки и ну то хочется купить машину и больше не думать они так что-то купил и через три месяца пошел в салон посмотреть а что там еще есть ну а то ты можешь тогда оценить больше автомобилей это на самом деле немножко как опасно взять да это зато развлечение на четыре машин все меняешь думаешь вау и одна машина вторая развлечений без машин да ну каждой деньги потратить но это да хотя на самом деле автомобиль это одно же дети просят купи мне мотоцикл мотоцикл ой и мне лодку опасно рыбачить поэтому это опасно надо усмирять купить машину и забыть этот вопрос вот у меня еще двое есть на кого деньги потратить но ты знаешь что машина на самом деле одна из самых невыгодных капиталовложений которая обесценивается очень быстро и именно поэтому даже выгоднее ездить на гранте нежели покупать за 800 тысяч октавию я думаю что она еще три года стоит столько если бы я вот через сегодня бы ее стал продавать да вот такая вот ситуация ну вот мы у нас поездка поездка подъездка уже до приезжаем к месту начала и расскажи вот сейчас у нас заканчивается съемка вот в целом ты рекомендуешь весту по твоим ощущениям тест драйвовским как ты считаешь вообще если цену не повысят если они услышат нас своих потенциальных купателей и будут улучшать весту сильно не увеличивая в цене я рекомендовал понятно ну вот такое мнение чем я думаю можно доверять человеку не зря он ездит достаточно давно уже год на вот это вот чудо мобили и действительно оценил теперь новой технологии ладьи на рулевом колесе да спасибо тебе большое очень здорово пообщались да да очень за сам сказал давай приездка конечно конечно приезжай всегда рад новому мнению всегда рад тому чтобы можно было сделать вывод про автомобили не просто с грянцевых журналов а чтобы реально узнать каково и что здесь вот так вот все спасибо еще раз прощаемся все пока пока все отлично